Силами противовоздушной обороны обезврежены все дроны, камикадзе типа шахед. Ими россияне атаковали Киев этой ночи, сообщает глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко. По его данным, БПЛА заходили в город волнами и с разных направлений. Предварительно в Киеве без разрушений потерпевших воздушная тревога в столице длилась более пяти часов. В небе над Сумской областью сегодня ночью украинские защитники сбили восемь шахедов. Об этом сообщили в Сумской областной военной администрации. О последствиях атаки пока неизвестно. В Николаевской области после атаки дронами возник пожар на объекте критической инфраструктуры. По сообщению местных властей, на месте удара сейчас работают соответствующие службы. 136 боестолкновений произошло на фронте. Такие данные генштабу ВСУ по состоянию на вечер 29 сентября. Силы обороны Украины отбили 28 атак противника на Покровском направлении, 23 на Кураховском. Бои также длились на Торецком, Краматорском и Лиманском. Всего за сутки захватчики нанесли по территории Украины 70 авиаударов, сбросили 110 кабов, использовали более 620 дронов и почти 3300 раз обстреляли позиции украинских войск и населенные пункты. Кроме того, продолжается операция ВСУ в Курской области. Там авиация России наносит удары бомбами по своим же селам и городам. Всего было осуществлено 14 авиаударов, отметили в генштабе ВСУ. Команда украинских политиков, а также партнеры начали подготовку к следующему заседанию контактной группы по обороне Украины в формате «Рамштайн». Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении. 25-я встреча группы планируется на 12 октября в формате лидеров стран. По сообщению Белого дома, на эту встречу лидеров более 50 стран созывают президент США Джо Байден. Он посетит Германию в период с 10 по 13 октября. И уже команды, наши и партнеров, начали готовиться к «Рамштайну». Через полторы недели в октябре на «Рамштайне» мы должны определиться вместе с другими лидерами относительно общих шагов и общего видения, как усилить давление на Россию за эту войну и ради мира, справедливого мира. Хельсинская комиссия США просит признать Россию постоянной угрозой глобальной безопасности. Об этом идет речь в докладе комиссии, пишет издание «The Hill». В документе утверждается, что Вашингтон должен пересмотреть свое отношение к России, отказаться от статус-кво времен холодной войны в отношениях с Россией и назвать Москву постоянной угрозой глобальной безопасности. Приоритетными направлениями стратегии в докладе указаны обеспечение победы Украины, а также призыв к значительной военной и гуманитарной помощи Киеву и предоставление украинским вооруженным силам разрешения на удары вглубь России американским оружием. Украинцам представят план победы. Это сделает президент страны Владимир Зеленский. Правда, некоторые его пункты останутся неизвестными, сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак. Безусловно, есть части очень чувствительные. Они закрыты. И не потому, что есть секреты. Это наша страна. Мы все знаете, сегодня в хорошем смысле этого слова действительно единая семья, в которой не может быть секретов, особенно во время войны. Но вы знаете, все, что становится публичным, это слышат не только у нас в Украине. Это слышит и враг. Поэтому, безусловно, некоторые детали этого плана закрыты. Андрей Ермак, руководитель Офиса президента Украины. В эфире марафона «Едынин Увыны». Главнокомандующий ВСУ провел конференцию с участием командующих отдельных родов и группировок войск, а также начальников органов военного управления. Как отметил Александр Сырский, на совещании подвели итоги работы в сентябре, а также определили ключевые задачи и приоритеты на следующий месяц. Рассмотрен ряд актуальных вопросов, в частности, мобилизационные аспекты, усиление эффективности управления действиями войск, повышение качества подготовки наших воинов, необходимость оперативного обобщения и учета боевого опыта и наращивания результативности поражения противника. Определены ключевые задачи и приоритеты на следующий месяц. Александр Сырский, главнокомандующий ВСУ, в Телеграм. Дания предоставит Украине почти 629 миллионов долларов. Деньги пойдут на закупку вооружения украинского производства, заявили в Датском министерстве обороны. Там отметили, что часть средства выделят правительство страны, а остальную сумму закроют за счет замороженных российских активов, которые Дания использует от имени Европейского Союза. Важно, чтобы мы продолжали поддерживать борьбу Украины за свободу всеми возможными способами. Поэтому я очень рад, что Дания согласовала с Украиной общие рамки того, как мы можем наилучшим образом использовать транш, который предоставляют ЕС и Дания. Напомню, что недавно Дания завершила пилотный проект, в рамках которого была профинансирована закупка артиллерийских снарядов украинского производства. Снаряды уже доставлены вооруженным силам Украины. Троэльд Лун Поульсон, министр обороны Дании. 1250 российских солдат ликвидировали силы обороны Украины за минувшие сутки. Всего же с начала полномасштабного вторжения России потери армии-агрессора превысили 653 тысячи. Об этом сообщает генеральный штаб ВСУ. Также украинские военные уничтожили за сутки 5 российских танков, 27 боевых бронированных машин, 27 артиллерийских систем, одну систему противовоздушной обороны. Кроме того, силы обороны Украины сбили 38 БПЛА, а также поразили 53 единицы автомобильной, специальной техники и цистерн с топливом. Один носитель крылатых ракет «Калибр» находится в Черном море, и еще один в Средиземном. Такие данные генштаба по состоянию на утро. Общий залп ракетоносителей составляет до 20 ракет. Кроме того, в течение суток в интересах России проход по Керченскому проливу совершили к Черному море три судна, а к Казовскому – десять. Два из них двигались из пролива Босфор. В генштабе Украины подчеркнули, Россия продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море, выключая системы автоматической идентификации. Со следующего месяца депутаты Госдумы Российской Федерации займутся ужесточением миграционной политики. Об этом написал спикер Думы Вячеслав Володин. В частности, организацию незаконной миграции предлагают объявить особо тяжким преступлением. Также среди инициатив – внесудебная блокировка сайтов, предлагающих мигрантов незаконные услуги. Если мигрант нелегально прибывает на территории России и совершил преступление, то считать это отягощающим обстоятельством. Как говорит Володин, эти предложения стали итогом диалога депутатов с избирателями. Губернатор Приморского края Олег Кожемяк анонсировал создание отряда ветеранов, так называемой СВО, для обеспечения безопасности и порядка, в том числе, чтобы, как он сказал, немножко поставить на место приезжих. Теперь вернувшиеся с войны против Украины ищут нелегальных мигрантов и тех, кто получил российское гражданство, но не встал на воинский учет. Также в их обязанности входит проверка легальности работы торговых точек и такси, принадлежащих иностранцам. 10 сентября посольство Таджикистана в Москве рекомендовало гражданам страны временно воздержаться от поездок в Россию по причине режима усиленного контроля въезда иностранных граждан на российской границе. Предыдущее подобное предостережение посольство выпускало 27 апреля, когда в ответ на теракты в Крокус-Сити-Холле, в котором российские власти обвинили граждан Таджикистана, в России была развернута целая кампания давления на трудовых мигрантов.